5 декабря 1941 года. Это день начала контрнаступления Красной Армии под Москвой. Он стал памятным днём воинской славы в нашей стране. Массированное наступление на Москву со стороны немецких захватчиков началось 30 сентября 1941 года. По плану «Барбаросса» группа армий «Центр» с помощью трёх танковых и трёх артиллерийских бригад должна была окружить, а затем прорвать оборону Москвы. По численности Красная Армия немного превосходила немецкую, но в Германии было больше орудий, танков и самолётов. В эти суровые дни усилия всей страны были направлены на решение одной задачи – отстоять Москву. Сотни тысяч москвичей строили на окраинах города глубокую противотанковую оборону. На улицах столицы строились баррикады, подвалы домов превращались в огневые точки. 5 декабря 1941 года Красная Армия перешла в контрнаступление по всему фронту под Москвой. Проведя при этом ряд успешных фронтовых наступательных операций, отбросила врага на 150-300 километров от столицы. Не выдерживая ударов советских войск, немцы начали отступать на запад. Они оставили боевую технику, продовольствие, снаряжение и боеприпасы. Контрнаступление советских войск закончилось только к началу 1942 года. Враг отошёл с темы Москвы. Битва под Москвой – одна из самых масштабных во Второй мировой войне. Именно здесь, недалеко от столицы, крупнейшего в мире государства, гитлеровская армия впервые потерпела серьёзное поражение. Разгром фашистских войск под Москвой явился началом значительного поворота в ходе войны и истории. Окончательно был провален гитлеровский план быстрой войны. Мы запомним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в веках будут жить 28 самых храбрых твоих сынов. И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Приглашаем вас в военно-исторический музей «С чего начинается Родина» – школа 709 города Москвы, собранная коллективом школы совместно с жителями района Северный. Один из залов «Никто не забыт, ничто не забыто» посвящен обороне нашего города в годы войны и ветеранам. Одна из экспозиций музея «Вяземская катастрофа» рассказывает о событии, когда после окружения советских войск ситуация для столицы была опасна. Немцам оставалось менее 200 километров, но советских войск на этом пути не было. Враг предвкушал скорую победу. Амбициозным планам немцев помешали 3,5 тысячи мальтишек, занятия по тревоге которых бросили на то, чтобы задержать врага любой ценой. Когда на позицию выхвал командующий Западным фронтом Георгий Константинович Жуков, твердый характером человек, он обратился к ним с речью. «Дети, протяжитесь хотя бы пять дней». И эти дети, молодые мальчишки, с тонкими осиными талями, с детскими лицами, прозражались не пять дней, а восемнадцать.